Валерия Константинович, хотелось бы поднять тему корневой швейки в следующем вебинаре. Кое-что сказал, а кое-что сейчас скажу, но, знаете, я недавно искал пару фотографий, не мог найти в архиве и давай листать, они же у меня есть все наборы фотографий, все 70 с чем-то вебинар. Я заметил то, что я уже практически все рассказал, фотографии уже большая часть повторяются, поэтому, когда я получил вот это письмо, я растерялся и решил так, простите вы, потому что любая информация положительная, отрицательная, она нужна. Вот, здесь идет, видимо, ну, пусть не я лично, но кто-то из, ну, кто-то, значит, как это назвать-то? Так, это еще раз садоводство по железу, еще один блок, я так понимаю, я понимаю на Украине, и догадываюсь, кто это, так, и что я сделал, читайте. Вот, это все интересно, я на чем решил остановиться? Во-первых, садоводство по железу, высота от корневой шейки до прививки 5-7 сантиметров, нормально, ладно. Вот, я сейчас на другом, я, я бы, может, и даже не обязан отвечать на все письма. Садоводы вынуждены ориентироваться по некоторым внешним признакам, внешним. И вот эти внешние признаки, смотрите, куда приводят. Я не знаю, кто это. Вот, естественно, что, ну, кто автор. Вот это вот, при посадке большинства плодовых деревьев, корневая шейка должна быть на 3-7 сантиметра выше поверхности земли. Страшнейшая ошибка. Страшнейшая. Прививка, да, как там выше, может быть. А корневая шейка, если... У меня так совпало. Получаю такое письмо и получаю вот такое письмо. Вот. Видите? Вот так. Корневая шейка, она всегда будет на поверхности земли. И никак иначе. Вот это страшнейшая ошибка. Не знаю никак, какого. Вот так. Иначе. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...